Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И как всегда свои обзоры я хочу начать с потерь российских оккупантов на фронте в Украине. За последние сутки российские захватчики потеряли в Украине 820 своих военнослужащих. А всего же с начала войны, с 24 февраля, на территории Украины российскими войсками было потеряно 117 770 военных. Как мы видим чудовищная война продолжается. Нет ей ни конца, ни края. Развязал ее российский президент Владимир Путин. И на данный момент он не знает как остановить эту войну и не хочет этого делать. А война продолжается. А вчера украинский суд заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича. И избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Я не знаю зачем это делается, если Янукович находится в России. И ему до этих всех решений нет никакого дела. Янукович хочет до сих пор, до сих пор он такое хочет, вернуться с помощью Путина на Украину. И опять занят вот этот трон президента Украины. Мне просто смешно. Потому что ни один здравомыслящий человек в Украине не позволит Януковичу занять место президента Украины. А накануне российские военные получили указание еще больше усилить оборону Москвы. И теперь в Москву уже перебросили дополнительно целый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. И разместили пункт управления и сами установки как в Московской области, так и поблизости прямо на подходе к Москве. Ну а наши разведчики нанесли уже на карту место расположения командного пункта этого дивизиона в районе Сокольников. И мы будем о нем ежедневно помнить. Ура! Но во Франции хотят отправить Украине легкие танки АМХ-10. Давайте, давайте. Любые танки нам пригодятся. Легкие леопарды, Брэдли и другие танчики нам пригодятся для победы над Россией. И мы будем биться, пока последний российский солдат не исчезнет с украинской земли. Аминь. А вчера по телевизору в США показали автобусы, которые прибывают с украинскими военными на одну из военных баз в США, в штате Оклахома, для обучения работы с ПВО Патриот. Более 100 наших отобранных военных прибыли в США. И по ускоренному курсу они будут обучаться на этих легендарных комплексах, которые будут защищать Украину от русских ракет. Вот и все. Слава ЗСУ. Слава героям. Слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре. Продолжение следует.